Приветствую вас, можно, конечно же, уменьшить панику, можно, конечно же, работать над тем, чтобы убрать у вас вообще этот страх, вот, все это реально можно сделать, но над этим нужно реально работать, тут нужно именно работать, вам, это, к сожалению, не быстрый процесс, вот, методики есть разные, подходы, в принципе, тоже есть разные, вот, но момент основной, мне кажется, немножечко в другом, основной момент, мне думается, в том, у вас, что страх для чего-то вам нужен, вот, именно то, для чего вам нужен страх, и нужно разбираться, как это видится мне, конечно, то есть, от чего он вас защищает, вот, знаете, с позиции, опять же, с позиции, опять же, психологии, да, с позиции психологии, рвота, это, по сути, рвота, это, по сути дела, ничто иное, как нежелание что-либо принимать, то есть, отторжение определенное, вот, что такое рвота, и, соответственно, можно говорить, в данном случае, о том, что вы себя, возможно, ну, зажимаете, вы себя, возможно, зажимаете, и не позволяете, собственно говоря, себе быть, вот, такой, какая вы есть, вы не позволяете себе, не принимать, то, что вам дают, и так далее, и то, что самое главное, это, пожалуй, то, что вы боитесь, вы боитесь того, что может произойти, если вы это сделаете, то есть, почему вы боитесь рвоты, какой социальный заряд вы в это вкладываете, ведь я более чем уверен, что какой-то социальный заряд вами вкладывается в это, вот, а вот примерно, примерно в этом направлении нужно двигаться, вот, то есть, это, ну, оральное такое поведение, оральная модель поведения здесь у вас, вот, и я могу сказать, что в общем и целом это все корректируется через, например, возрастную регрессию, например, через возрастную регрессию, это можно сделать, и сделать это можно, ну, может быть, нелегко прямо, но если будет желание работать, если вы будете работать, то ситуация исправится, то есть, вы будете чувствовать себя более свободны, вот. Внутренняя работа со страхом важна, то есть, для вас есть где-то опасность, вы видите эту опасность, вы видите в чем-то опасность, вы боитесь, и, как бы, ситуация заключается в том, что раньше вы боялись, и у этого были основания, кхм, удовольствия вы боялись, а всех этих оснований уже нет, ибо вы взрослый, уже взрослый человек, уже взрослая личность, вот, а трактор, оно детский, детский сидит, только вы его, соответственно, подавляетесь в себе, вот. Поэтому, вот именно с этим и нужно разбираться, я не знаю, как вы работали с психоатропевтом, своим, вот, ну, может быть, он вам не подошел, просто, такой, такой он, тоже может быть, что психоатерапевт, психоатерапевт не подходит, ну, просто личность психоатерапевта не подходит, оказывается не подходящей, для, ну, для клиентов, вот. Ничего страшного в этом нет, можно просто попробовать еще раз, и, соответственно, уже, тогда все получится, вот. Вообще, нужно поработать с несколькими психологами, и найти по итогу себе, того, кто именно, именно вам подойдет, того, кто именно вас раскроет, возможно. Ну, или просто с кем вам комфортно будет, например. Вот. Так что, я думаю, что вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. Внутренняя работа с атаком, это анализ. Психоанализ, анализ, анализ вашего, вашего поведения, вот, и, соответственно, скрытие поведенческих паттернов. То есть, это такие скрипты, как говорят. То есть, готовое решение человека в определенной ситуации, в определенной для него ситуации. Вот. Ну, соответственно, если вы боитесь рвоты, боитесь обторгнуть, боитесь не принять, это страх осуждения, я так полагаю. Вот. То есть, я боюсь что-то сказать, я боюсь что-то сделать, а, соответственно, у меня будут какие-то проблемы. Ну, как вот вы думаете, возможно. То есть, сейчас-то нет. Сейчас вы, может быть, об этом даже и не думаете, но... То, что это было. Вот. Это да. И это осталось. Просто осталось с вами до сих пор. Вот. Я думаю, так. Можно вам ответить на ваш вопрос. Понимаю, что немного, но... Работа со страхом требует именно длительности. Потому что вы привыкли так жить. Я думаю, что, ну, я думаю, что нет смысла скрывать подобное, да? Я думаю, что нет смысла отрыцать то, что вы так жили и вы привыкли так жить. И, соответственно, если вы привыкли так жить, то вам это уже что-то даёт, в принципе. Вот. И вот нужно понять, что вам это даёт. Тоже. Какую выгоду вы извлекаете из этого. Вот. Потому что выгода, она, собственно, тоже не позволяет, не позволяет вам двигаться дальше. Не позволяет вам двигаться вперёд. Вот. Я думаю, я думаю, так можно вам ответить. Ага. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, пишите... Если понравился мой ответ, сделайте его лучше. Буду благодарен. А если у вас остались вопросы, то пишите в личку, я буду рад помочь вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.